Сегодня, ребят, финал второго месяца. Да, два месяца, ровно два месяца я играю в игру. И что самое интересное, вы думали, наверное, что это будет 62-й день, но я почитал комментарии, я согласен со многими, кто писал, что март это 31 день, март, май чуть не сказал, а апрель это 30 дней. И того, чтобы было два месяца, это 61 день. Сегодня как раз-таки 61 день, а это значит, что второй месяц подходит к концу, а это значит, что, возможно, будет и третий месяц. Я пока не знаю, но посмотрю, сколько лайков будет стоять под роликом, и если их там будет много, то я обязательно сделаю еще один месяц, потому что все будет зависеть от вас. Вот какая будет лояльность к этому видео, так и будем решать, будет третий месяц, либо не будет. В общем-то, такая вот ситуация. А что я хочу вам продемонстрировать сегодня? Давайте я сразу же вам покажу, потому что, ну, это очень интересно. И да, перед началом видео, всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Поехали! Также, ребят, на сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки. Переходи по ссылке в описании. Вводимые промокоды получай самые шикарные бонусы на свой аккаунт. Ссылочка на все будет в описании. И самое главное, помните, на сайте gamegold.ru самая быстрая доставка и самые низкие цены. Это главное. Так, ну и что ж, давайте посмотрим. О чем я хотел бы вообще, в принципе, сегодня рассказать. Я застрял на 149-м поединке. До сих пор его пройти не могу. Когда тебе отключают экипировку, а персонажи не прокаченные, будь готов к тому, что маловероятно, что эти бои будет легко пройти. Это сложно. Это очень сложно. И, конечно же, обычная башня. Да, 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 именно здесь и начинается то самое счастье. Я дошел до боссов. Единственный момент, я не знаю, насколько они сильными будут, потому что и на более прокачанном аккаунте они с самого первого раза не проходятся. А здесь, возможно, и подавно. Но попробовать стоит. У меня как раз-таки здесь есть две попытки. Я еще ни разу на этих боссов не заходил. Я 10, не 10, 8 попыток потратил на 199-й поединок, чтобы подобрать отряд и чтобы была некая сыгранность. Ух ты ж, блин, что-то он быстро меня добил. Ну, как всегда, кабаном выскочит и потом стоит в тупнике каком-то. И понятное дело, что по нему нанести урон очень сложно. А, вы посмотрите, выскакивает такой вот щелик под названием Iron Black и он сразу же вешает люлей персонажу. Нормально, нормально. Мне бы еще 6 секунд продержаться и было бы все великолепно. 4 секунды, 3 секунды. Давайте-ка вот так вот сделаем. Все, 30 секунд я продержался, ну и, в принципе, меня добили. Ну, да, тут помаленьку придется идти вот так вот. Где-то около 300 тысяч за раз отнимать. Даже, может, и меньше. В общем-то, тут, видимо, по-другому никак. Придется ливать попытки раз за разом. В общем-то, с поединком все понятно. Видите, Треймор немножечко лишился здоровья. Ну, тут, конечно, и кабанчик, и Iron Black, они, в принципе, такие серьезные дяди, которых победить не всегда легко получается. Поэтому, наверное, мы немножко по-иному поступим. Мы будем привязывать данного персонажа, чтобы смен не было. Ну и дальше, конечно, стараться держаться как можно больше. О, поджожек. 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 Поджожек классный. Так, когда в нас стреляют, мы используем спецприем. Ага. И вот добивание. Далее выскакивает наш мега-супер-персонаж. И вот здесь вот мы вешаем еще одну атаку. В принципе, уже было потеряно около 600 с лишним тысяч здоровья. Так, давайте-ка вот так вот сделаем. Хорош. Я думал его привязать, но не тут-то было. Меня оглушили. Бам-бам. Готово. И, кстати, минус 800 тысяч. Это неплохо. Это очень неплохо. Для двух поединков прям очень хороший результат. Значит, скорее всего, завтра уже будет все пройдено. При том, что либо не будет, потому что кто знает, будет ли третий месяц. Потому что пока что я готов подвести итоги. Все-таки я же не вижу количества лайков. Вдруг всего 200 наберем. А это мало, потому что всего 200 человек ждут мои видео. Поэтому стоит, конечно же, ну, набрать, по крайней мере, раза в два-три больше. Вот тогда бы я точно видел, что как минимум, как минимум 400 человек будут ждать эти видео. А это классно. А если 600, то определенно третий месяц будет. Поэтому, ребят, постарайтесь. Порадуйте деда МК. То, чтобы просто порадовать. Ну, что вам? Что вам это стоит? Ладно, давайте посмотрим дальше. По охоте за реликвиями пока 89%. Поэтому здесь можно, конечно, потратить души. Не вижу смысла. Но, может быть, кому-то будет это тоже интересно. Ладно. И посмотрим, давайте, сезоновой инфракции. Здесь, конечно, ожидать алмазной карты не стоит. Потому что, по сути, вот в прошлый раз я претендента набрал. Я мог получить алмазку. Здесь это вроде как элитный боец. Я могу ошибаться. 40 душ. Надо будет чекнуть. А за элитного бойца, по-моему, алмазок не выдают. Надо тоже этот момент проверить. Потому что, что за элитного бойца, что падает, я вообще без понятия. Ну, ни одной редкой карты, так точно. И из набора мне прямо сейчас выпадет... Выпадет... Соня Блэйд Комбат Кап. Соня Блэйд Комбат Кап. Кстати, хороший персонаж. Шестого слияния уже женщина становится. Это прям отлично. Так. Что мы делаем дальше? Дальше давайте я, наверное, зайду в Войны Фракций. В сезонные награды. Хочу посмотреть 40 душ. За элитного бойца даются. И что там за награда на элитном бойце? Так. Элитный претендент. Конечно, все классно. Претендент первый. Это классно. Элитный боец. 45. Значит, я был на бойце третьем. Да. Мне здесь не выдали бы алмазку. Вот здесь шансы есть по 1%. И того, 3% на элитном бойце шансы были. Но там 45 душ. Поэтому, да, такая вот ситуация. Не самая лучшая. Ну и что ж. На второй месяц давайте посмотрим. Открою алмазную карту. Глянем, что там выпадет мне. И выпадет ли что-нибудь. Потому что пока это тоже непонятно. Откроем, как всегда, хотя бы два наборчика с экипой. Кто знает, вдруг выпадет какая-нибудь редкая карта на прокачивание блокборта. Это было бы удобно. Но посмотрим. Посмотрим. Пока, конечно, верить в лучшее не стоит. Потому что знаю я эти наборы. Выпадает вот такое вот приблизительно говнецо с них. Но может быть хотя бы еще на один. На третий накопим. Это было бы прекрасно. Прямо. Это было бы классно. И здесь мне падает чехол. Здесь мне падает амулет. И клинки к обудзюцу. Ну, поскольку они мне нужны. Но то, что выпали, это хорошо. Спасибо. Спасибо хотя бы за редкую экипу. Одну, но зато какую, наверное. Можно так сказать. Так, ну и открываем набор за 400 душ. Сразу же. Моментально. И давайте посмотрим, что же здесь будет. Будет ли на финальный вот этот вот день за два месяца мне еще одна алмазная карта хотя бы. Это было бы классно. Это было бы шикарно. Поэтому набор я генерирую в своей голове алмазную карту. Поэтому она должна мне прямо сейчас выпасть. Смотрим, надеемся и верим. Топор получает, конечно, хорошо. И классический шансун. Блин, но отчасти это, конечно, классно. Если бы он там 10-го слияния, например, у меня был бы. Это было бы круто. Но когда ты получаешь эту карту первого слияния, да еще и на первом левеле, всегда задается вопрос один. Что с нее взять? А правильно взять с нее нечего. Вот такая вот ситуация. Немножечко печально. Так, что мы прямо сейчас еще сделаем? Потому что это не все. Все-таки перед тем, как изучать уже весь прогресс за два месяца, я думаю, что стоит приобрести еще одного Скорпиона классического. Есть у меня идейка попробовать, по крайней мере, одолеть 149-й поединок классиками. У меня есть Смог, у меня есть Скорп, и, в принципе, можно еще третьего какого-нибудь персонажа добавить, который реально мог бы что-то сделать. Да, слияние у них невысокое, но кто знает, вдруг что-то получится, и это было бы классно. Это было бы замечательно. Поэтому давайте перейдем в коллекцию. Я вот такое вот распределение сразу же делаю. И на данный момент, на данный момент, здесь благодаря молоту гнева, только если Кабанчик самый сильный. Но я считаю, что это не совсем правильно, именно вот таким вот образом. Хотя, ладно, пускай будет так. Если я эту экипу на него поставил, значит, это важно, значит, это нужно. Далее, конечно, у меня Рейден уже восьмого слияния, у меня шестого слияния Соня Блейд, Шинок, Джейд, Скорпион и довольно-таки непрокаченный пока тот же самый Шинок. Но это ладно, это поскольку-постольку. Вот. Далее, что у меня здесь есть? Шоу Кан. Шоу Кан, конечно, имеется. Нуб Сайб от пятого слияния. Не стоит как-то на него забивать хороший достаточно персонаж. И если дальше мы пробежимся по некоторым персам, то можно увидеть некую тенденцию прокачки персонажей, где довольно-таки мало прокачаны именно каких-то вот персонажей за 150 душ, но при этом есть неплохие персонажи, которые в целом прокачиваются на ура. Это важно. Это прям важно. Есть Рейден Классик, которого, кстати, можно использовать, чтобы сразу же минус 50% не юзать на персонажей. Есть и другие кое-какие персы, но все равно есть к чему стремиться. Это тоже немаловажно. Так. И что у нас дальше? Дальше у нас вот такая вот экипировочка за два месяца в игре. Не сказать, что прям что-то очень прям хорошее. Нет, далеко не так, потому что мне как-то в редких наборах не везет. Шансы вроде 15%. Наборов я открываю немало, но все равно по итогу мы видим то, что видим. Все-таки можно было бы и получше за это время чего-то добиться. В крипту пока не играю, времени вообще в обрез, поэтому пока что здесь ее не трогаю. Ну и, конечно, последний набор за 70 тысяч, возможно, нам в этом месяце, в конце этого месяца, подарит, наконец-таки, редкую карту. Все-таки, как-никак, два месяца в игре. И это важно. Это важно. Так, ну что ж. Открываем наборчик и смотрим. Плащи. Так, следующая зеленочка. И синяя карта. Ребята, племенная повязка. Нет, вот это хорошо. Вот это я считаю хорошо. Блокбрейкер прокачивается до третьего слияния. Это замечательно. Вот нужно было просто открыть третий набор, и мне бы повезло. Выдало бы прям классную алмазную карту. Ой, алмазную. Редкую, редкую карту. И да, ребят, переходите на мой телеграм-канал. Возможно, там я сделаю голосование по поводу третьего месяца пути новичка. Если кто-то хочет его увидеть, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что вы хотите его увидеть. Плюс подписывайтесь на мой телеграм. Там выходит довольно часто много всего интересного. Там я спойлерю иногда по поводу следующего дня, который будет. Там докуда-то дошел, что-то сделал. Короче, восхищение, радость, умиротворение тоже там есть. Поэтому обязательно, обязательно переходите. Ну и на этом все. Вот такое вот видео. Вот такой вот 61-й день. Отчасти и хороший, потому что дошли до 200-го поединка. Отчасти и не очень, потому что 149-й так и не прошел. Ну и отчасти, конечно, не очень, потому что открыл набор, на котором, ну, такое себе было все. И хорошее в том плане то, что выпала классная редкая карта. А это все-таки плюс. Какой-никакой. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч.